Большая просьба И те, у кого будет желание поделиться опытом коррекции здоровья, прошу поднимать руку. Будем рады послушать вас, выслушать, записать, познакомиться. Всех благодарю. Большая просьба Это идеология нового времени, которая начинает строить реальность нашего мира. Где-то 20 лет назад, когда ко мне начали приходить эти тексты, я еще не совсем понимал, что происходит. Но я как бы сердцем чувствовал, что в том, что передают, была правда. И я ее старательно записывал. И так получились первые книги. Это «Сотворение мира» трилогия. Следующие книги, в которых я еще не совсем понимал, что это напрямую связано с изменением нашего мира. Для меня это было как бы, ну, как некий творческий процесс. Я был очень, собственно, благодарен тому, что такая информация идет, что в результате появляются книги, которые вызывают такой большой интерес не только у нас в стране, но и за рубежом. Потому что сейчас практически эти книги переведены на все основные языки мира. «Понимаете, что происходит?» То есть у меня, например, в личной библиотеке целый шкаф заставлен иностранными изданиями моих собственных книг. Для любого писателя это, в общем-то, вы сами понимаете, какое ощущение. Но потом я увидел, что то, что говорится в книгах, то, что предсказывается в них, то, собственно, и происходит потом с некоторым, так сказать, лагом временного отстранения, но потом все равно происходит в этой жизни. Вот когда я в «Сотворении мира» писал о том, что на севере Африки соберется армия, террористов и не только террористов, а и беглецов, собственно, и этих беженцев. И эта армия завоюет Европу, изменит ее, потому что я очень часто, бывая в Европе, чуть ли не каждый месяц, я вижу, что там происходит, и вижу, как меняется Европа, просто как на глазах. Вот только что вернулся из Италии, видел Милан, Верону. Ну, Верона еще ладно, а вот Милан – это уже куча мусора, это фрески, то есть это архитектурные сооружения Леонардо да Винчи, изрисованные граффити. Это все уже реальность этой жизни. И там у меня было интервью для телевидения, я им так и сказал, я говорю, я был у вас в городе много лет назад, ничего этого не было, и сейчас такое ощущение, что его завоевали варвары. Они это интервью не пустили на телевидение, хотя записывали больше часа. Причем возили по всему городу, в разных, так сказать, интерьерах все это записывалось. Не пустили. Вот именно это, они не хотят это слышать, особенно любая критика в адрес. Собственно, не столько даже итальянского правительства, сколько в адрес вот этих пришедших туда и нахлынувших эмигрантов, а они ее отлетают сразу, чтобы она не звучала и, в общем-то, как-то не возбуждала общество. То есть получается, что можно говорить, вот говорят, что у них свободный пресс, но свобода там совсем никакой не видно. Так вот, предсказание сбылось просто один в один. За много лет до того, как было, это событие стало происходить. Как это может быть? И не только это, там еще много других предсказаний. Например, огонь, который будет разожжен в сердце Европе, охватит миллионы людей. Их легкие будут гореть, и они будут умирать. Вот о чем это предсказание? Пока не произошла Югославская война, я ничего не понимал. А теперь, много лет спустя, когда стало известно, что американцы бомбили Югославию бомбами с объединенным ураном, объединенный ураном, и что ветер разнес по всей Европе это радиоактивное заражение, и что многие люди, вдыхая это в свои легкие, по сути дела, вдыхали смерть, и что это стало сжигать их легкие, и они стали умирать. Это стопроцентное совпадение? Нет, это не совпадение. Просто тот, кто давал эту информацию, точно знал, что будет. И там еще много всяких интереснейших таких вещей, которые абсолютно сбылись. Ну, как можно даже сказать, проросли в реальность и реальностью стали. Вот эти книги все такие, потому что там есть прямые тексты создателя. Когда я был в Ватикане, у меня там была встреча, на которой были специалисты Ватикана, пришли. И они, в общем-то, сказали так. Мы прочитали ваши книги, они же у меня там вышли. Я говорю, там много книг вышло на итальянском языке. Там не одна книга, много книг. И они говорят, мы прочитали ваши книги. Это все эзотерическое христианство. Как вы узнали это? Понимаете вопрос? То есть они этого уже знают, у них это есть какие-то источники, но они их никому не раскрывают. Эзотерически, значит, тайное. Они никому ничего не раскрывали. А у меня почему-то в этих книгах многое из того, что они скрывают, оно раскрыто. Как это может быть? Ну, я им ответил. Ну, наверное, тот, кто давал вам знания, наверное, устал ждать, что вы этими знаниями с людьми поделитесь. Наверное, вот нашел другой источник, через который можно передавать эти знания. Но они очень смиренно все принимали, даже не огрызались. Ни разу никто не огрызнулся. Даже более того, у них очень были вежливые предложения о дружбе. Вот. Таким образом, понимаете, то, что я говорю, оказывается, ну, я понимаю, что это не все один к одному, но какие-то вещи из того, что я говорю, известны Ватикану, известна церковь. Но они из этого делают тайну, в которую посвящают очень и очень немногих избранных из своего числа. Опять встает вопрос. Я к этому числу не отношусь и не собираюсь следовать этим правилам. То, что мне дает Создатель, я открываю вам через эти книги. И через них идет не только вот это знание, но вы понимаете же, куда деваться от того факта, что тысячи, уже не сотни даже, а тысячи людей, которые соприкасаются с этими знаниями, вдруг начинают с ними что-то происходить необычное. Или в событиях жизни, или в здоровье в их, потому что бывает, что совершенно безнадежные люди вдруг выздоравливают. Но ведь тексты Создателя, они сами по себе спасительны. То есть, если ты читаешь такой текст с открытой душой, вот этот момент важный, не с каким-то там анализом, ну, посмотрим, ну, сейчас тут проверим, ну, еще чего-то, как у нас бывает очень часто. В большинстве случаев так бывает. А вот именно с детским доверием, которому, собственно, и призывает всегда Бог людей, и говорит, будьте как дети. Вот если с детским доверием это все воспринимается, то происходят действительно чудеса. Люди выздоравливают. От самых тяжелых заболеваний. Масса, масса просто этого. Да и там в Ватикане такой случай произошел. Они же на вот эту встречу принесли женщину с раком 4 степени, на руках принесли, она ходить не могла. Посадили там в конце зала. А она к концу этой встречи, которая длилась там, ну, часа три мы там, в общем-то, общались. К концу встречи вдруг встала на ноги и сказала, что она себя хорошо чувствует и пойдет сама, самостоятельно. Понимаете, какие вот это просто на глазах происходит? Что такое рак 4 степени? Это когда уже ткань мертвая, выпадает. Человек идет, а из него куски валятся. Кровавая, просто за ним. Можно ходить и подбирать. Он распадается. оттуда вдруг встал и пошел и говорит, что чувствует себя хорошо. И этих случаев уже много. Нам показывают, через эти знаки нам показывают, что к этому надо отнестись очень серьезно. вас не призывают к какой-то новой вере. Потому что на самом деле, вот я сейчас уже пишу следующую книгу, проект, проект «Гиперборея» называется. И там идут много-много-много-много-много-много совершенно неожиданных текстов. И тоже открывается такая, в общем-то, ну, непостижимая глубина понимания, которого никогда еще не было у меня. И те слова, которые я произносил, как бы еще просто повторяя, за тем, что мне было сказано там, на тонком плане, потому что мы же учились вместе с Арепьевым. Игорем Арепьевым, мы же просто учились в классе создателя. Там есть школа создателя. В этой школе всего одна парта. Мы сидели вот за этой одной партой только вдвоем. И он сказал, что он вообще больше никогда никого не учил, кроме нас и еще одного человека до нас. И показал нам этого человека. Так вот, эти вещи, которые просто, ну, я повторял, как бы, ну, на слух после создателя. Когда он говорил, ну, вы верите во все, что угодно, только в себя поверить не можете. Но тогда было опять непонятно, что он имел в виду только все. А теперь, когда вот идут тексты гипербореи, становится понятно, что он имел в виду. Мы все потенциальные боги, каждый человек. И вас призывают создавать не новую религию. вас призывают поверить самих в себя. Вот как только вы в себя поверите, вы станете богами. И из потенциальных богов вы станете актуальными богами, то есть востребованными. Что такое актуальность? Это востребованность. То есть вы станете востребованными богами со всеми вытекающими из этого следствия. То есть вы будете и бесконечны, и вечно, и созидательны. Вот к чему призывает это новое учение. Оно, наконец-то, призывает не строить новую религию, потому что религия – это тоже такое же заблуждение, на самом деле, большое заблуждение. А поверить самих в себя, потому что в вас есть эти возможности. Да, Всевышний Бог есть. Но вы – дети Его, понимаете? И Бог между собой и детьми никаких, в общем-то, постаментов, педесталов, возвышенностей не возводят, что я вот такой-то, а вы вот там какие-то ползаете, червячки маленькие. Нет. Он нам говорит, вы такие же, как я. Только поверьте сами в себя. Станьте такими же богами. И тогда у вас все будет получаться. Вот самая суть учения Древа Жизни. Древа Жизни, я уже говорил вам раньше, это, по сути дела, та космическая ДНК, то есть архетип ДНК, который реализуется на физическом плане, в том числе и в человеке. И она сейчас усложняется. Потому что отец дал нам с Игорем Орепием еще две сферы. Я думаю, что там есть еще третья, и знаю, кому ее даст отец. А может быть, даже уже и дал, скорее всего. Вот. На эти сферы усложняется ДНК человека. Одна из этих сфер – это проект Гиперборея. Это первый проект. По сути дела, Гипербореей была вся Земля. Здесь произошло вмешательство подстороннее. Ну, как мы говорим, тенок сил. Здесь в космосе есть определенные, так сказать, цивилизации технократического, так сказать, пути развития. Это рептилоидные цивилизации. Они же очень искусные генетики, которые вмешались в этот проект, исказили его. По сути дела, пришествие Христа – это попытка исправить уже искаженный Гиперборейский проект. Сейчас следующая попытка. Но уже отец сказал, что все получилось. Так что уже можно считать это не попыткой. Потому что, когда отец дает заключение, они все абсолютно и точны. То есть то, что он сказал, это все, это уже не подлежит никаким. Никто уже не может на это повлиять, это изменить, потому что это сам Создатель сказал. Он сказал, что все уже, то, что я вам получил, он сказал, у вас получилось. То есть проект Гипербореи действительно сейчас входит в решающую фазу своего развития. Очень интересно. Там совершенно новая история. Все совершенно не так, как у нас написано в учебниках. и ваша республика, и Москва, и Сибирь, и Дальний Восток – все когда-то было одним государством. Не было никаких вот этих войн, которые описывают. Это же кто их сочинил-то? Их начали сочинять немцы. Миллер, который возглавлял Российскую Академию, это поддержало и, в общем-то, царствующие, как говорится, фамилии, династии, потому что они тоже были из немцев, Романовы. Против этого возражал еще Лобоносов. Он говорил, что все совершенно не так, что все это ложная история, потому что была Великая Тартария, и все эти территории были улусами. Был улус Золотой Орды, был Сибирский улус, Волжский улус, Московский улус. Москва тоже была улусом. Это все было одно государство. И никаких внутренних войн там. Ну, были мелкие стычки такие, ну, как всегда бывает. Но того, что там нарисовали, такого никогда не было. Это все сочиненная история. Но поскольку ее поддержала правящая династия, через сто лет все это утвердилось в сознании людей, вошло во все учебники, все по этим учебникам учили, учились читать, понимать историю, и все исказилось. Все искажено. Никогда здесь не было вот того, что они написали. Никакого нашествия на Руси. Татар не было. Это было, по сути, одно государство. И причем оно было очень, как бы вам сказать, перспективным в своем развитии, потому что вот отсюда, например, очень пришло много того, что потом на Руси было воспринято. Это прежде всего торговля, которая здесь очень неплохо была поставлена, на развитие дорог. Вот эти дорожные станции, это все шло отсюда. То есть отсюда шел тоже определенный, как бы вам сказать, цивилизационный процесс. Это был взаимообмен. Что-то шло с севера, что-то шло с востока, что-то с запада. Все обменивались другими, но это было одно государство. И всю эту историю, к сожалению, доверили посадь немцам, они написали. Все не так. Вот сейчас идет новый анализ повести временных лет и все искренне. В изначальной повести написано, когда призывали, например, Алюрика сюда, выясняется, что земля наша обильная и богата, наряда в ней нет. Наряда. То есть праздника. Праздника в ней нет. И варяга звали. А потом там же, в этой же повести временных лет есть точно написано о противостоянии варягов и свеев. Свеи это кто? Это и есть как раз вот нормалы, шведы, то есть скандинавы. То есть варяги и скандинавы не одно и то же. Варяг это просто наемный воин. Любой. Большей частью и славян они были. Викинги тоже были наемными воинами. Тогда они могли называться варяками. Варяг это просто наемный воин. Вот как вся история переписана. Призвали-то его откуда? Рюрика. С острова Риоген. Остров Буян. Вот как бы вот в истории он такой уже народный, запечатлен. Это балтийские славяне. Они занимали не друг остров Рюген, но и всю Пруссию. Пруссия это бывшая славянская территория. Да вообще в Европе большая часть, сейчас даже, это славяне. Составлена генетическая карта Европы, и в ней больше 50% это гены славян. доминирует. Венецию. Венеды основали это выходцы отсюда. все. В Италии. Кто там был до прихода беженцев из Азии? Это русские. Это русские. Стали сейчас расшифровывать надписи древние трусков, а оказалось, что язык трусков и то, что было на территории древней Руси, один и тот же. Вот сейчас это итальянские ученые сами уже объявляют и уже не скрывают. Тартария, по сути, то есть Тартария, Гиперборея была, по сути, делом по всей Земле. Это был планетарный проект. Он только не состоялся, к сожалению. Но он не состоялся вот в тот раз. А в этот раз все может состояться. Поэтому вот эти книги сейчас новые пошли, новый текст и новые знания, которых в общем-то раньше не было. И то знание, которое сейчас дают расшифровывая вот эти вот, как бы вам сказать, веды, оно тоже очень неточное, потому что оно передавалось через стуль людей, а какое было у них сознание, чтобы понять, например, гигантские, по сути дела, истины, которые передавались, можно сказать, с божественного плана. Вот, например, через веды в Индию пришло как бы знание о кастах. И что они с этим знанием сделали? Они разделили общество на касты. Каждый каст непроницаемый. Там есть неприкасаемые, которые самые низшие, ничего не умеют, ничего нельзя доверять. Вот. Потом там есть земледельцы, вайши, воины, брахманы, это мудрецы. Вот они все поделили. А это ли на самом деле было, в общем-то, передано через арийцев им? Нет, совсем нет. Это планы развития самого человека. Когда человек маленький, и он ничего не знает, ничего не умеет, и способен только разрушать, он неприкасаемый. Хочется иметь под словом неприкасаемый. У меня внук это лучше знает, чем они. Он маленький, был, еще я вернулся из командировки, а у меня колодец на кирпичике разобран. Ну, я сразу понял, чья работа, я Никитку поймал. Говорю, ты разобрал колодец? Ну, я. А собирать кто будет? Не я. Почему не ты? Я еще маленький. А разбирать ты уже не маленький? Нет, разбирать я не маленький. он еще знает. И он неприкасаемый, а что с ним сделаешь? Потом он растет, наступает стадия воина, когда он начинает защищать свою личность. Это этапа личного роста. Никакого отношения к кастам общественным они не имеют. Потом он становится тружеником, созидателем, потом мудрецом. Это все этапы личностного роста. Они из-за этого он чего сделает. То есть то, что делается и то, что подразумевалось как некий эталон развития и действия далеко не всегда совпадает. Понимаете? гиперборея состоит из двух слов. Гипер, то есть над, и борей, то есть северный ветер, над северным ветром, над комусом. То есть гиперборея это тонкий план того, что здесь уже потом материализовалось. Тонкий. то, что потом появилось в виде даарии там или даария д приставка д это значит благородный. То есть это сокращенное слово от слова благородный. Поэтому там в разных языках, например, во французском де артаньян, то есть тваринин, благородный. оно так и шло. Появились вот благородные аарии. То есть те, кто по проекту гиперборея начал свое развитие. И опять же не все, далеко не все получилось. вы помните всемирный потоп, который состоялся. Это следствие войны, причем космической войны, серьезной. Вот сейчас эти новые истории уже начинают даваться. Самое время по-другому будут расставлены акценты, многое будет разъяснено. Но вы наверное видите, мир меняется прямо на глазах. Еще вчера казалось, что вдруг произойдет самое страшное, вот оно уже надвисло, над нами, и вдруг оно высыпается и становится уже нереальным событием. Это происходит. Идет подготовка нашего пространства к переходу на новый уровень. Это мы проходим сейчас туннель времени, четвертое измерение, это квантовый переход. Потом появится пятый вектор, вектор духовности, и мы окажемся в совершенно новой реальности. она уже очень близко. И отец сказал, если бы вы знали, какое прекрасное, изумительное будущее я приготовил для вас. то есть одного слова прекрасное не хватило, чтобы описать это будущее. Он добавил изумительное. вот что нас ждет. Понятно, что в нашей опыте на притяжении причем многих тысячелетий мы не имели возможности как бы проверить свое назначение. но вот нам дается очень ясные сигналы о том, что наше назначение совсем другое. и оно в союзе. Вот есть всем известное слово лада. От него там ладить и много другое чего. А что такое лада? Это соединение мужского и женского принципов. То есть когда они в союзе все получается. Когда они ладят не конфронтация, не война друг с другом, а союз и помощь. Вот ведь еще какие тайны раскрываются. Я и думать не думал, что за слово лада стоят такие смыслы. ладят женский мужский принцип. А да? женский Да. Согласен. Женщина, да, хорошо Есть у вас вопросы? Татьяна Лебедева, я хочу, чтобы вы познакомили нас с вашей группой, с вашим прекрасным результатом. Пройдите сюда, пожалуйста, и расскажите, как у вас так получается. Плохо слышно и глупой звук очень. Можно сейчас говорить, что плохо слышно, мы пробовали прибавлять, там немножко другие процессы начинаются, завихрение. Вот просто погромче, поближе микрофон будет. Если кому-то прям совсем тихо, вот отсюда с диванчиков получше слышно, еще ближе, ну возьмите стульчик поближе. Что сейчас вот менять? Специалиста рядом нет. Пожалуйста, поближе. Добрый день всем. Очень радостно приветствовать вас всех. Хорошо, сейчас слышно? Наконец-то мы являемся представительством знаний древа жизни в Чебоксарах, работаем третий год. У нас уже такая споченная группа, она у нас растет, идут прибавления. И наконец-то мы можем поделиться плодами собственного труда. Но в первую очередь я хочу поблагодарить Аркадия Новича за этот труд, за эти знания, которые он предает от Отца. И я думаю, что будет радостно, когда мы применяем эти знания и есть результат плодов этого труда. И хочется поделиться. Буквально, вот хочу сказать о собственном результате. Сейчас у меня, у меня с детства не слышало ухо. Вот это ухо. И сейчас, погружаясь все глубже в мироустройство, через миропонимание, оно начинает слышать. И то есть сейчас начинают идти уже звуки, то есть идет уже волнообразная какая-то такая передача. Уже когда очень близко говорят, то я могу уже различать некоторые слова. Я думаю, что скоро она будет полностью слышать. Вот. Потом я хочу передать еще результат моей мамы. 20 лет она болела. Ей занесли инфекцию гепатита B через зубы. И 20 лет у нее был диагноз. Сейчас его сняли. Есть подтверждение. Мы очень рады. Вот. Врачи несколько раз ее отправляли на сдачу анализов. Потому что для них это вообще непонятно, как, каким образом. Она прошла базовый курс у Романа Николаевича Гирейла. И практиковала полтора года. То есть сейчас она абсолютно здорова. И сейчас она занимается уже регенерацией аппендикса. Вот. Еще хочу поделиться работой нашей группы. Буквально вот вчера у нас такое произошло событие. Мы тоже прошли недавно курсы у Романа Николаевича Гирейла. И после этого пошли такие интересные процессы. Вот. Есть у нас Александр Новиков. Вот. Я хочу вас сейчас сюда пригласить. И он сейчас расскажет, что с ним произошло. То есть медицина здесь уже как бы не была, как бы сказать... Она всегда не готова. Да. 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 К тому, что было. Спасибо большое. Всем привет. С сознанием древа жизни знаком полтора года. Вот. И я понял, что сейчас нужно вести не только здоровый образ жизни, но еще надо вести здоровый образ мысли. Мысли. Экологически чистые мысли, которые как раз с собой все и влекут. Вот. 30-го числа была интоксикация серьезная в организме. Ну, когда мне устроили допрос врачи, что ты съел, я не мог сказать, что привело к тому, что я чем отравился. К тому, что, в принципе, то, что я ел, все остальные тоже ели. Мы, скажем так, из одной кастрюли все ели. Ну, 30-го, 31-го, 1-го числа была такая интоксикация, что уже ничего не ел. Когда силы уже покидали, он начинал паниковать и говорит, ну, что-то надо делать. Когда было 4 спазма, то есть это в нижней части ребер, когда уже поджелудочная, печень уже все тянет, скрутил, выпрямиться не можешь, находишься в позе эмбриона, лежишь, и вот так вообще никак не встать, не сесть. Вот. Ну, первый раз. Ладно, справился второй раз, справился третий раз, концентрацию собрал, значит, сознание, направил сферы, импульс, все, хорошо, отпустил, вообще четко думаю, справился, молодец. Ну, началась четвертая волна спазмов, и, ну, тут уже как раз-то и возник страх. Когда страх возник в сознании, и ум начал спрашивать, ну, сколько еще это может продолжаться, и как раз тут уже сознание концентрацию потеряло. Ум, скажем так, взял верх тут. Вот. Позвонил я в скорую, значит, меня увезли, и сделали мне укол, сказали, что сейчас через 10 минут тебя все отпустят. Ну, жду 10 минут, 15, 30, ну, когда отпустят, и ничего не отпускают. Таблетки выписали. В общем, врачи ничего не смогли сделать, сказали, у тебя хорошие анализы. Ну, они же анализы берут вначале. Хорошо, иди, ты нам не нужен, здесь все нормально у тебя. Ну, ты понимаешь, то, что мы как раз проходили второй аспект сифирот. Вот, помните, недавно Марс подходил, мы как раз Марс проходили. И то, что человек, когда не принимает себя, он живет в старом, эгоистическом, когда он говорит, я лучше или я хуже, это тоже эго опять, опять же можно. Ну, мне плохо, я болею, пожалейте меня. Ну, эго тут вообще, скажем так, во всей красе. Вот, от него надо отказаться был. Ну, отказывался. В общем, считаю, результат какой был. Подключился Роман Николаевич Гирейла, когда к нему в Москву написали о просьбе, о помощи. Он дал импульс, это примерно было в 7 часов вечера. И в 8 часов вечера боль отступила, я мог сидеть. И сознание как раз вернулось под контроль. И через 5 часов у меня боли все... Вчера в 5 часов утра все отпустило. Абсолютно никаких болей, ничего не было. Но, я считаю, это результат, потому что такая серьезная интоксикация была. Ну, даже не знаю, что там сказать. Даже если врачи ничего не знают. Как всегда, они руками только разводят. Либо вырезать, либо отрезать им что-нибудь. Вот. А так, в больнице уже более 5 лет. Ну, я не знаю вообще. У меня вот книжка, которую дают амплатурную, она у меня тоненькая. Там, не знаю, может, пару листочков есть. Не склонен как бы болеть. Вот, исхудал за пару дней. Вот. Ну, в целом, очень большая благодарность знаниям древа жизни. Так что, развивайтесь. Всем желаю, чтобы процесс проходил мягко и гармонично. Доверяйте знаниям, доверяйте себе. Спасибо. Хотелось бы добавить, то есть, когда случился приступ у Александра, то есть, когда вот сработали эгоистические такие, когда ум привык опираться на медицину, на таблетки, вот, то есть, помощь не сработала. Как только он принял искренне решение обратиться к Богу, он позвонил мне, говорит, там, помогите. А мы работали как раз группой. Мы пишем Роману Николаевичу. Он с нами подсоединяется к нашей группе, дает технологию. Мы все это делаем через белую сферу духа, через, то есть, клетку так же сток и сток. И, понимаете, все буквально прямо вот через искренность. Почему? Потому что он обратился искренне. Все получилось. Когда через ум ничего не получается. Вот только через сердечную осмысленность, искренность, это все работает. И еще я хочу пригласить другого Александра. У нас тоже есть очень результат хороший. Мы работали с ним и тоже, получается, с Романом Николаевичем. Ну, буквально это было где-то несколько месяцев назад. У нас была поисковая система. Может быть, кому-то это поможет, потому что этим часто пропадают люди. И мы работали и нашли человека. Вот сейчас Александр, он подробно расскажет об этом. Всем здравствуйте. Меня зовут Александр. Я третий год занимаюсь по учению «Древо жизни» Аркадия Науча Петрова. В апреле этого года получилось так, что потерялся у меня близкий родственник. Он отсутствовал 9 дней. Никакие поисковые системы, они не работали. Было четкое ощущение, что человек жив. Вот так же мы созванивались с Татьяной, подключились, посмотрели, что отклик от души идет, что человек жив. Но у него было отключено полностью сознание. Получается, человек попал в алкогольную зависимость и ушел в это, провалился в низкочастотные вот эти пространства. В течение вот этого периода, вот мы 7 дней, как бы никаких поисковых систем, ну, не предпринимали действий. Приходилось работать, чтобы включить сознание человеку по мастер-классам. Был мастер-класс... Был мастер-класс, первое, что я когда-то применял, расформирование структуры смерти. Вот, потом сразу же применил мастер-класс активизации структур жизни и третий мастер-класс по воскрешению. Правда, со всех сторон были идеи такие, позвонить куда-нибудь, сходить куда-нибудь в больницу, там, в милицию пойти, поискать. Но четко вот понималось вот в душе, что никуда идти не надо. Если я пойду куда-нибудь туда, обязательно я там найду. Пойду в больницу, значит, каким-нибудь результатом он там будет находиться. Если пойду в милицию, тоже результат будет такой интересный. Вот, если пойду в морг, скажу, ну, что искал, то и найду. Вот, потом позвонили мы Роману Николаевичу, он подключился, вот, и дал рекомендации некоторые по работе с лучом любви. Вот, и два дня мы совместно со всей группой подключились и работали, активизировали вот этот поток любви. Прямо все четко ощущалось, вот этот луч, мощь вот этого луча. И, как бы, на девятый день человек включил телефон потерявшийся и сделал звонок. Но там у этого человека сил не было вообще. И он, как бы, на последних уже, как бы, вот этих силах он произнес, чтобы, как говорится, ну, уже прощался, вроде, как бы, с жизнью, но там теплилась надежда, что его услышат. Ну, и тут слова любви, слова понимания. И человек, как бы, уже осознанно сказал, что мне надо собраться силами и несколько часов собраться. Вот. И через два часа, ну, продолжал делать концентрацию на возвращении этого человека. Вот, через пару часов человек уже позвонил повторно и уже с уверенностью сказал, заберите меня домой. Вот. Благодаря этим знаниям, вот, мы и не потеряли человека. Спасибо, Аркадий Иванович, за эти бесценные знания. Саш, расскажи, что дальше было. Это же еще не все. Да, это не все. Это еще не закончилось. Как бы, эта работа шла через тонкий план, на расстоянии все. Роман Николаевич тогда находился в Москве. Нина Гирейлова подключилась к Таганрога. Ребята из дома, кто где находились. Вот. А когда я привез человека домой, через день этот человек у меня на глазах упал в приступе эпидептического удара. Вот. И как бы уже была проверка на действие. Чтобы сконцентрировано, как говорится, ну, там уже все. Человек уже посинел, заглотил язык. Там, как бы, у него уже такие действия, все прощание. У него предыдущее было намерение, потом я выяснил, как бы, уход из жизни. В свое время было построено. Вот. И вот эти мастер-классы по расформированию структуры смерти и активизации жизни, и воскрешения, они очень сильно вот здесь повлияли. Вот. Потом, как бы, уже, ну, там, паника была у всех. Но в этот момент вот паника не допускается. В отличие, как говорится, от других, тут четко каждое уже действие свое знаешь. Что каждая секунда дорога, и уже просто надо действовать. И вот это действие, как бы, помогли. Ну, концентрация вот эта внутренняя. Потом вот этого человека, как говорится, пришлось вытащить язык и уже привести, как говорится, к жизни. Вот. Вот так вот мы еще проверочку прошли такую. Уже физическом, как говорится, плане. Очень интересно. Вы знаете, вот через миропонимание, мироустройство, настолько, когда ты искренне обращаешься к Богу, ведь все складывается наилучшим образом. Ведь Он так даже не придумает. Вот настолько подключаются все эти люди, через кого действует Отец. И все настолько точно, детально, что нет даже мыслей в сомнениях каких-то, что что-то не получится. Но каждый проходит степень своего доверия в этот момент. Это честно. И слава Богу, мы вот уже, у нас нет заменения, мы знаем эти знания. Спасибо вам. А еще момент. Можно прям, как работают сферы? Вот сферы, которые, помните, стояли над стадионами, расформировали, да? Господи, ребята, как они работают. Мы их применяем всегда. Вот у Александра интересный тоже случай был. У него очень, ну, то есть рядом сгорел дом. И когда горел дом, его дом находился прямо вот буквально рядом. И Саша поставил сферы. Сферы на свой дом. И представляете, рядом соседние плавились, а у него даже вообще вот ничего вообще не произошло. И, то есть, были люди, очевидцы, они видели, они даже не понимали, как это так образовался ветер. То есть он отгонял это все от его вот дома. И он говорит, так я сферы поставил. Да, так и происходило. И эти сферы очень сильно работают. Прям вот виделось, даже когда пожарные работали, головешки сбивались. И перелетая вот границу этой сферы, они входили туда горящими, а вылетали, просто головешками потухшими падали. Работает очень сильно. Спасибо всем. Спасибо. Ну, я тоже могу добавить довольно свежий случай, который вот буквально месяц назад произошел, когда я был в Италии. Он свидетельствует о том, как меняется реальность жизни. Мы ехали из Венеции в город Удино. Там в Удино у нас тоже региональное отделение есть. И, в общем, там нужно было пройти семинар. Мы торопились. А на шоссе были строительные работы. Заузили там эту проезжую часть. И еще там авария случилась в автомобиле. В общем, все встало. Абсолютно встало. Навигатор показывает красным. На весь оставшийся путь. Все забито. То есть мы там могли несколько часов только стоять. А поскольку в машине были все наши ученики, то есть включая водителя, мы вдруг начали решить работать, светлый путь образовывать. Начали работать буквально минута, не больше прошла. Впереди нас дернулись машины по нашему ряду. Поехали. Справа машины, которые стояли, все стояли как копанные. А вот наш ряд вдруг поехал, поехал и набирал скорость. И мы уже через несколько минут неслись по этому шоссе со скоростью 100-110 километров. И так до самого Удино с этой скоростью и приехали. И ничего нам больше уже не мешало. Мы об этом рассказали. Вот все, кто там участвовал, там есть запись тоже в городе Удино. Наверное, они выложат в интернет, они выкладывают. И все это можно будет посмотреть. То есть вот начинает реальность совершенно недолго. Вот когда ждешь иногда результата и дней, и недели, и месяцы, а вдруг через несколько минут раз и произошло. А навигатор в это время все время показывал красное. Вот красное. И мы по этому красному мчимся со скоростью 110 километров. А навигатор показывает красное, что шоссе стоит. У него оно стоит, а мы летим. У нас как бы своя реальность. Еще один случай, тоже очень интересный, тоже свежий. У меня есть сосед, с которым мы очень сдружились как-то. Это академик медицинский, знаменитый нейрохирург, академик Баскаков Александр Павлович. Это очень знаменитый врач. И он как-то терпимо относился к этому. Ну, мы встречаемся так, то есть чаек, копеек, пьем вместе. По улице гуляем вместе. Я ему все рассказываю, рассказываю про наши дела. Он слушает. И как бы не очень сильно возражает. Но терпит, не более того, все эти рассказы, потому что, ну, сами понимаете, ортодоксальная медицина, да еще академик, да еще на пьедестале, который сам за свою жизнь много чего сделал, таких блестящих операций, которые мы составили, в общем-то, и имя и славы. Ну, на уровне, так сказать, просто терпения, и не более того. Ну, вот случилась с ним беда. Ну, приблизительно два года назад у него рак был выявлен, и пошло, и поехало. Все это время он перенес 18 операций. И врезали, резали, резали, удаляли, удаляли, удаляли. Потом делали химиотерапию, не одну, несколько. Потом облучали, и, в общем, он уже дошел, он стал как спичка. От него уже почти ничего не осталось. Ветром сдувало, как говорится. Я ему все время предлагал, говорю, Александр Павлович, ну, давай я тебе дам технологию по онкологии. Я не могу сам делать, потому что мне напрямую запретили вмешиваться. Мне просто сказали, все, больше чужие хресты таскать не будешь, не смей. То есть, ну, технологию-то я дать могу. Я даю. Ему раз, два, он все как бы мимо. А тут как-то вот месяца три назад он как-то говорит мне, ты знаешь, я начал работать по твоей технологии, мне кажется, становится лучше. Действительно. Проходит неделя, другая, смотрю, он уже выходит. Он вообще не выходил никуда. Уже выходит из дома, появляется на улице. В общем, далеко не отходит, конечно, но на нескольких шагов там отходит от дома. Потом еще лучше стал себя чувствовать. Уже по участку стал бродить. Потом он мне говорит, ты знаешь, а мне легче стало. Я даже в весе стал прибавлять. Я четыре килограмма прибавил. А сейчас он вообще, в общем-то, уже бегает по своему участку, такой довольный. Мы с ним разговариваем, ходим там по улице вместе. То есть, совсем другое дело. И он сказал, что он работал по нашим технологиям. То есть, у нас появляется еще такой мощный союзник. Он уже предлагает, говорит, давай мы тут сделаем какое-нибудь медицинское училище, которое будет работать по твоим технологиям. То есть, ну, у меня-то возможности есть, большие. Уже вот такие разговоры пошли. Так это вы поймите, это акадеевик медицинский. для еще, ну, прямо скажем, ортодоксального, так сказать, плана развития. И даже здесь пошли перемены. Замечательно, что он, в общем-то, выздоравливает от неизлечимого заболевания, как считалось. Но еще более замечательно, что у него меняется сознание. Во-первых, он применил. Я даже не надеялся на это. Ну, хотелось бы, чтобы он это сделал. Но по большому счету, я думал, что он из своих, так сказать, корпоративных представлений не выйдет. Вышел. Жизнь, видимо, заставила. Вышел. 18 операций. Несколько химиотерапий. Облучение. Вышел. Это уже не мысно. Вот такие новости. В дополнение к тому, что вы сказали. То есть и здесь у нас появляются уже, как бы, сторонники, которые на себе, на своей жизни проверили действенность этих методов. Потому что, когда он борется с этой болезнью сам, опираясь на свою корпоративную, на свою корпорацию и свой корпоративный эгрегор, потому что там и медицина, и есть же своего эгрегора, ну, их, по сути дела, божок маленький. Что такое, эгрегор? Это маленький божок. Любая корпорация, в общем-то, нарабатывает такого башка себе на голову. А Бог имеет параллельное мышление. То есть он все возможности анализирует параллельно, то есть мгновенно, вне времени. Поэтому он не может ошибиться. И как только обращаешься к Богу, к духовному плану, вот тут та самая реальная поддержка и приходит. И вы это все уже, многие, по крайней мере, из вас уже на своей судьбе, на своей жизни уже испытали и подтвердили. Есть какие-нибудь вопросы? Либо помыше, либо микрофон, либо погромче. Ну, вот так получается, вы знаете, что я сама замечаю, что вот этнический состав Европы очень сильно меняется. Но вы знаете, что осталось только 6% среди населения земли людей белой расы. Я не расист, но меня просто интересует это вот, что ждет белую расу? Она действительно просто как будет уничтожена. Вообще-то она самая перспективная, потому что геном особенно славянских народов пострадал менее всего. Понимаете? Везде есть искажение генома. А вот геном народов, которые живут на территории России, он менее всего затронут влиянием вот этих рептилоидных генетиков. Поэтому судьба наследников белых богов, это были боги Сириуса, кстати, которые пришли сюда и развивали проект Гипербореи. Потому что следующая книга после проекта Гипербореи будет книга Сириуса. нам нам ее вручили. Мы, кстати, были там вместе с Романом героином. На Сириусе нас очень встречали тепло и нежно. сказали, что они жили по той книге, которую я им оставил. Вот оказалось, я еще где-то наследил. И Волдача с каких времен Сириус, оказывается, развивался по той книге, которую Анса. И они мне ее опять возвращают. Мы с Романом ее забрали с благодарностью. Потом раскрыли первые семь страниц прочитали. Но у нас потом не хватало еще времени, потому что шли другие тексты. В то время еще сфера Сатурна раскрывалась, сфера Нептуна, вот Китер сейчас раскрыта. Уже Китер полностью написана книга. Я ее буду сейчас оформлять и, наверное, где-то в начале следующего года она уже выйдет. Вот. И потом уже буду писать с помощью романа, потому что мы были вдвоем, когда нам вручили эту книгу, будем раскрывать книгу Сириус, потому что именно оттуда и пришла, собственно, и пришел этот проект гипербореи. Это не единственная, так сказать, как бы ветви влияния, которые здесь были на Земле и которые составляли цивилизационный проект Земли. тут тут еще есть влияние из Иона, из Плеяд, из Лебедя, созвездия. Но это все как бы все-таки вторая, третья, там, четвертая сапень, а первая была Сириусом. Они войдут в 23-х томник? Нет, это уже за пределами 23-х томника. Это 23 тома уже закончились на светотворении. Хотя по светотворению дается сейчас много дополнительного материала и завтра я вам хочу предложить дали много новых лучей, я хочу предложить совместную работу по этим лучам. Мы сами с вами посмотрим, как они действуют, какие функции выполняют, уточним эти функции на земле, потому что это уже лучи как бы дополнительные, которые имеют свою специфику, влияние. Это очень интересно, потому что иногда основным лучом работаешь и чувствуешь, что чего-то не хватает, а вот дополнительные лучи, которые привлекаешь к этой работе, они могут все чуть ли не мгновенно изменить. Вот такие пошли новые технологии. Завтра мы всем можем получить к ним доступ, потому что когда мы с вами их прорабатываем, мы получаем доступ к этому. Дальше вы можете с ними самостоятельно работать. Главное получить доступ, а потом вы работаете, книги пишите, свои, можно свои книги писать замечательные, никто уже не мешает, никто не против, более того, побудемся рады. Так же, как я помогал, например, Роману издать его книгу, Наташа, Фессик, я буду рад, если кто-то из вас напишет еще книги, будем помогать вам в их издании. Все-таки у нас есть издательство, которое целиком на этом направлении работает издательство, культура. Пока еще рано говорить о будущем белой расы. я же вам сказал, прекрасная выдача у белой расы. Проект Гиперборея это проект белых богов, а белая раса это ученики белых богов. Поймите, есть духовное проявление проявление духом. Это не материальное тело, а есть материальное проявление духа. Это те же духи, но уже как бы в телах. А дух в теле это человек. Дух без тела это дух. Мы все сюда пришли зачем? Нарабатывать чувства. У духа очень сложно с чувствами. Нельзя сказать, что бесчувственно, но все-таки очень такие ну как бы ограниченные в них. А наработать чувства надо, потому что образ есть. Это образ человека, Бога. А подобия нет. А у Бога ведь сердечная смысленность, сердце. Вот что отличает Бога от духов. Понимаете? Вот они идут нарабатывать чувства. Вы все духи, которые пришли зачем? За чувствами. И проходите одну жизнь за другой, нарабатывая эти чувства, чтобы достичь подобия с Богом, чтобы у вас появилась сердечная смысленность. Не просто умом все постигать. Ум это как бы компьютер. Он челкает, челкает, челкает. Это искусственный интеллект по сути. А вот когда сердце начинает обретать свойства логики, но преломляя их в чувства, это совсем другая ситуация. вот за этим мы все сюда и пришли. И нарабатываем. И ждем того момента, когда Отец скажет, ты и я, мы теперь одно. Вот это будет уже признание, подобие. Подобие, не тождество. Тождеством с Богом мы никогда не станем. Подобием быть можем. И познать Бога мы тоже не можем. Мы Его только можем понять. Он же бесконечен и вечен. Как вы поймете бесконечность? Как вы поймете вечность? Вернее, познаете. Понять можно, а познать нельзя. Так. Еще вопросы есть? Будущее белого населения прояснено, оно светлое. Очень рада. Если нет вопроса, я снова скажу. Насколько близко учение строма, насколько близко учение дерева жизни Каба чем на Каба? Каба? Ну, здесь, понимаете, очень такой специфический вопрос, прямо скажем, и ответ тоже будет специфический. Кабала это, опять же, форма. То есть, структурно все то же самое, структурно. А по содержанию разное. Кабала это древо познания. Помните это древо. Тот путь, который выбрал человек, познание. А Иисус, который пришел, это древо жизни. Есть древо познания, есть древо жизни. Выглядят они приблизительно одинаково. Те же сефиры, наполнения разные. Так же и в кабале. Вот структурно одно и то же. По наполнению, по нитиному сильно отличается. При работе с этими технологиями обязательно должен открываться экран. Нет какой-то еще визуализации всего. происходящего происходящего. Экран просто вот когда я читал я заезжаю статистику, вы описываете происходящие, я даже, ну, допустим, не допринимаю, как это выглядит, как это выглядит. экран экран открывается по как бы степени развития человека. И он не всегда нужен, даже, честно говоря. Вот у меня, например, экран постоянно не работает. я иногда вижу, а большей частью ничего не вижу. Я по этому поводу возмущался. Так про себя я же вижу, как у Григория Петровича работает, как у Игоря Ариев работает. Жаловался и им тоже. Григорий Петрович тоже возмутился. Говорит, чего ты вообще на этом экране зациклился? надо, я посмотрю, где необходимо, Игорь подскажет. Все равно, как ты скажешь, так и будет. А потом мне и на тонком плане сказали, ну, если ты будешь постоянно видеть, а ты же свой характер знаешь, ты будешь влезать во все дырки как бы и ненужности, которые вообще тебе не нужны, и для настоящего момента они даже вредны, чтобы ты отвлекался на них, а ты же будешь все время облицать. Мы же тебе открываем экран, когда необходимо. Вот я так и живу. То есть с экраном все не так просто. Иногда этому мешает то, что человек внутренне готов видеть тонкий мир. То есть в нем может появиться страх перед тем, что он увидел, потому что весь его опыт совершенно в другой плоскости развивался. Там же много всяких не очень, в том числе и приятных неожиданностей. Но к ним надо вот... Я вам рассказывал уже этот случай, когда мы с Игорем встретили Луцифера, он был как великан, замахнулся насколоком, начал кричать, да я вас сейчас размажу. А у нас никакого по этому поводу, вот у меня вообще, ну и Игоря тоже, никакого страха, никакого этого не возникало. Я говорю, ой, какой страшный, наверное, сам себя боится. Ну, хохмить начали. То есть, ну, далеко не все так могут. Некоторые будут воспринимать эти, в общем-то... Кстати, после того, как над ним стали шутить, он стал рост терять. Потом превратился в лепутик. Это тоже вот задумайте всегда, о многом о чем говорит. А если вы, например, серьезно отнесете к этим урозам, вот так он еще расти начнет. То есть, по сути дела, вы через свой страх будете взращивать негативные структуры, которые вам же потом и будут мешать и вредить. Поэтому мы там тоже смотрим, когда можно открыть человеку этот экран видения. Но он не обязательно. Многое можно делать через воображение. Еще больше можно делать через яснознание. Вот яснознание это действительно мощнейший канал. желательно, конечно, все иметь вместе. Ясновидение, яснознание, ясночувствование, там, еще что-то. Тридцать чувствовать. Все тридцать три, потому что каждое чувство это расширение возможностей. Но к этому же надо быть готовым. там же такой вопрос. Кем хочешь будешь? Вот Григорий Петрович там шутил, к нему приходит, он рассказывал мне одна женщина, и говорит, Григорий Петрович, можно я возглавлю региональное отделение в нашем районе? Там совсем ваше учение не знает. Он говорит, можно. она так обрыдалась. А у нас в общем-то и в соседнем районе тоже нету вашего никакого так сказать учения. А можно? Можно. А если я в области возглавлю? И в области можно. Вопрос только этот. Чем соответствовать будешь? Понимаете? Все можно, но соответствовать надо. Многие люди хватают и нахватывают все это. Можно и было тем, можно и этим, можно и было самым главным там, можно и было самым главным еще вот где-то там в Европе, в Азии, в Америке. Все можно, если есть соответствие тому, что ты заявляешь. А если нет соответствия, то извини. придет время, все дадут. Я когда учился в 13 классе, мы же учились сначала в 13 классе вместе с Игорем Арябьем, это надзодиакальный знак. Вот 13 класс надзодиакальный. Потом учились в школе Христа, потом учились в школе создатели. Вот какая была лестница. И когда учился в 13 классе, там преподавал старец. И в то время мы еще не знали, что это сам создатель. Это мы потом уже узнали, что это был создатель. И тот старец как бы вот все время меня вызывал к доске словами очень странными для меня. Генерал наместник Петров к доске. Я не генерал, я не наместник, но зовут так. Я иду к доске отвечаю, неделя проходит, другая. Все время так. Генерал наместник. А я в то время был директором Худлита. Ну сижу я в своем кабинете, это бывший кабинет Горького. Его мебель, все осталось, его кресло, я в этом кресле сижу, где Горький сидел. Вдруг заходит юрист, с ним майор из генштаба, и говорит, Аркадь Мутик, приехал майор привез документы, вам присвоено звание генерал-майора. У меня лицо аж вытянулось, я в связи с чем. Он говорит, ну как, в нашем издательстве это всегда. Директор издательства через некоторое время присваивается звание генерал-майора. Так положено. И везде в Союзу писателей так и звали литературные генералы. То есть те, кто сидели в фудлите, они были генералами. Литературные генералы так и звали. Вот там это звучит непонятно о чем и непонятно что, и вдруг здесь на земле все реально подтверждается. Мне присвоили звание генерал-майора запаса реальной. никогда в голове не держал в армии служил выше сержанта не дослужился. и вдруг сразу из сержанта в генерал. Вот тонкий план, вот физический. То, что на тонком происходит, потом, через некоторое время, раз, и на физическом жди. И таких случаев было очень еще потом достаточно. Потом разбирались со словом на местник вместе уже с Игорем. Тоже разобрались. Вот так тайны откроешь. Сам узнаешь чего-то под себя, чего не знал. Ну это естественно, потому что в том мире скорость распространения информации одна, здесь совсем другая. По сути, дело у нас памяти выключается, когда мы приходим сюда, потому что она ограничена скоростью света. А на месте что означает? Значит на месте. но я же на месте. Да, да, Снимочка, могу еще? Снимочка, очень. Вы рассказывали, как вы сидели за партой, да, вместе с Олег, и до вас там сидел еще один человек, да, мне было очень интересно, вы можете сказать, кто там был? Ну могу, могу, потому что сейчас это уже, в общем-то, не секрет, это всеми уже понятно, это Григорий Петрович Крамовой. Понятно, то есть это наши современники, да? Ну как сказать, в каком плане расценивать как современников? Да, вышли на воплощение в ваше время, могли не выйти, могли в другое время выйти. Видно такая ситуация, и те же посылает. Григорий Петрович выполняет свою работу, Игорь Витальевич выполняет свою работу, я выполняю свою работу. Отец же не сказал у тебя все получилось, он же сказал у вас все получилось, он всех имел ввиду, а не только одного. Понимаете? Вот вам и третий, чего тут скрывать-то, и так понятно. Григорий Петрович открыто говорит, я вам даю технологии сознания. Игорь открыто говорит, я вам даю технологии духа. Я вам открыто говорю, я вам даю технологии души. Ну, чего тут непонятно? Все уже понятно. И стоял Бог в сонме богов. В сонме. сон это почти бесконечное множество. Все люди. И здесь каста нету. У Бога каста нету. Он не делит кого-то. На первостепенных, второстепенных, для него каждый человек это подобие его самого. Он только так к этому относится. Он не говорит, ты какой-то не такой, какой-то недоразвитый. Никогда так не скажет. У него вообще нету в общении человека унижать, оскорблять, говорить, что он чего-то еще не достиг. У него всегда только поддержка. Он находит только сильные стороны каждого человека. Говорит, смотри, как у тебя это получилось, и то у тебя получилось, и вот это. И человек, конечно же, от этого всего начинает. себя чувствовать по-другому, расти, стремиться еще больше сделать. Он никогда человека не принижает. Никогда. А у вас что, возражение есть? поднял? А он пенсию поднял до 70 с миллионов? Ну, во-первых, что не поднял? Уже озвучил. Чего? Сказал, что пенсия будет поднято. Пенсия поднято? а кто возражает? Ну, возраст, да. Возраст, да. Нет, потому что пенсия будет поднято, это тоже говорили. Там, на тысячу рубрика не весь будут поднимать. В год в месяц. Ну, ладно. Вы знаете, столько сделать для того, чтобы Россия поднялась из того ужасного положения, в котором она была, сколько сделал Путин, никто бы не сделал. Вы посмотрите, ну, хотя бы по телевизору, вот, на этих яблончатников, которые там выступают, еще какое, какое дикое мышление. Они ничего не понимают. Они вообще ничего не понимают. То, что он начал делать в Сирии, принесло то, что он отвел войну. Просто на ближайшие десятилетия война невозможна. Потому что, во-первых, он к этому подготовился. Он же не просто так начал ввод нашего контингента в Сирию и участие в той сирийской. Он спас мир. Потому что ИГИЛ бы они не останавливали, не остановили. Посмотрите, все то оружие, которое сейчас захватывает у ИГИЛ целые склады, это все оружие НАТО. Причем самое современное, причем самое изощренное. Вот кто его вооружал-то. Он все потом прошло на Россию. И мы бы здесь это расхлебывали. Он абсолютно прав. Но это только часть, только одна грань этого процесса. Вторая грань заключалась в том, что готовилось широкомасштабное нападение на Россию и ее подавление. В свете тех новых вооружений, которые он разработал, за много лет, и причем ни одного писка по этому поводу никуда не прорывалось, это обрушилось им, как говорится, снежный ком на голову, он спас мир, буквально мир, не только Россия. У нас от алкоголя больше погибает в России людей, чем погибло в Сирии. Вот как провели эту кампанию, которая в общем-то имеет мировое значение. Посмотрите, без всякого, без всяких громких объявлений идет мощнейший перевооружение промышленности России. Десятки совершенно новых предприятий, которые сейчас укомплектованы таким оборудованием, которое на десятки лет вперед делает нашу страну конкурентно способной всем ведущим странам мира. Он ничего об этом не говорил. Посмотрите, что он сделал, например, когда новые порты появились, закольцевал все на Россию, все транзиты. Вы знаете о том, что у нас в два раза повысились доходы от транзита различных грузов через территорию России, благодаря тому, что мы ушли из украинского, так сказать, трафика, из прибалтийского, то есть все теперь на российских портах и на российских в общем-то железных дорогах в два раза. Эти деньги идут. Он нигде об этом не говорит даже. Почему не говорит, потому тоже понятно. Он готовит следующую неожиданность детскую для наших, как говорят, заморских друзей. То есть экономика России сейчас пойдет очень мощно вверх. И он ничем этим не хвастает. Везде надо немножко потерпеть. Вот когда я сюда шел для выполнения миссии, меня отец напутствовал. Все перетерпи. ведь сколько на меня обрушилось всего. И болезни чего только не было. Отец сказал все перетерпи. То есть некоторые вещи надо перетерпеть. Вы же доверяете Ванге и ее пророчеству. Она же не просто так сказала слава Владимира не пройдет в веках. Задумайтесь. Никогда у нас еще не было такого президента, который бы так думал о России. Причем в тех условиях, буквально в тисках коррупционного окружения, которое всех других бы уже давно смяло, изничтожило, а с ним оно справиться не может. Он здесь подготовил себе оболочку защиты, с которой им приходится считаться. Но ему приходится считаться с ними, потому что это действительно очень мощная сила. У него совершенно враждебное ему окружение. но есть и сторонники, конечно. Но в массе свои враждебные. Я имею в виду не народ, а элиту, которая его окружает. Народ за него в основном. Если реформы не торопитесь, там еще сюрпризы будут. в том варианте, который вам озвучили, она вряд ли пройдет через Путина. Ну, что? Еще еще вопрос, если можно. Пожалуйста. с военной промышленностью и техническим прогрессом, в общем-то, все понятно. Владимир Владимирович молодец. А вот природный вопрос. В Сибири, на Дальнем Востоке Медведев отдает все больше и больше территорий под управление китайцами. Они вырубают леса. Остаются сплошные пустые территории, огромные площади. Что мы можем сделать с этим? И как мы можем помочь? Очень можете сделать и очень можете помочь. Мы же с вами проходили эти... Да не надо их останавливать китайцев, надо просто помочь расти в восстановлении лесов. Вы же получили эти технологии. У вас очень много технологий по экологии мира, по очищению вод, воздуха, природы, восстановлению. Все это можно сделать. Все подчиняется сознанию человека. Если вы создадите такие мысли формы, лес начнет расти там, где его вырубили. И зашумит еще лучше прежнего. Это все понятно, но пока идет процесс вырубки лесов китайцами, людьми. Как с людьми работать? С людьми надо работать точно так же, как мы с вами работаем. Понимаете? Книги, семинары, передача знаний. Китай, кстати, будет дружить с Россией. Это очень долговременный союз. Хотя он сильно пострадает Китай, потому что там будут природные геофизические события, связанные с Японией, с Китаем. Очень много территорий Китая пострадает, но союз России останется и будет. Все можно изменить, все меняется через сознание. Друзья, мы завершаем, у нас лимит времени исчерпан. Я хочу пару слов сказать, каков будет порядок семинаров 4-5 числа. время с 10 до 14 часов, включая перерыв на обед, 40 минут. Те, кто здесь проживает, у них есть возможность уже талончики пообедать. А вот те, кто здесь будет, меня сегодня предупредили, что кто захочет воспользоваться кафе, нужно талончиком.